Золотистый ретривер Нюша жадно вгрызается в свой любимый резиновый бублик и проявляет игривый нрав. Пока на горизонте безлюдно можно вдоволь набегаться, от души наваляться в снегу и показать красивого зайку. Но явление это скорее временное, замечает хозяйка собаки Полина Никитина. Беспечные прогулки в декабре – большая редкость. В период новогодних праздников всегда для нас очень сложный и трудный, потому что начинают взрывать петарды, салюты. И для собаки это очень большой стресс. Она очень сильно пугается громких звуков и начинает бежать сразу же домой. Вот так с испуганными глазами, поджав свой немаленький хвост, собака самой безопасной породы в мире умоляет быстрее впустить ее домой. Статистика, которой щедро делятся ветеринарные врачи, неутешительна. Ежегодно им приходится лечить десятки разнопородных собак от стресса, в том числе вызванного взрывами фейерверков и петард. А иной раз от оглушающих звуков животные бегут, сломя голову и попадают в ситуации, опасные для жизни и здоровья. Рекомендуется основное – не отпускать собаку с поводков, потому что достаточно часто случаи, когда люди гуляют с ними в парке, у нас происходит салют, собака пугается, выбегает на дорогу. Буквально недавно был такой же случай, когда сбила собаку машину из-за того, что она испугалась фейерверков. Чтобы животные перенесли новогоднюю феерию легче, ветврачи рекомендуют курсовую седативную терапию. Собакам необходимо пить успокоительное за две недели до торжеств, точно так же, как людям сорбенты. Лекарства бывают на травяной и медикаментозной основе. Рекомендации о том, какие смогут помочь именно вашему питомцу, дадут ветеринарные клиники. А это уже совсем другая история. Здесь собираются хозяева собак, которые любым лекарством предпочтут правильную дрессировку своих питомцев. Лично вот моя собака, она очень боится. Она начинает метаться, начинает нервничать, начинает вырываться. И получается, очень прилагаю много усилий, чтобы ее просто удержать. Питбультерьер Аякс и Каникурса Сарбона не боятся, тренируются с детства. У собак здоровая психика, да регулярные занятия дают свои плоды. За редким исключением, конечно. Ну хоть что-то есть, чего он боится? Да, боится пакетиков шуршащих. Со стороны может показаться, что они наказаны, но это не так. Собаки ходят по кругу с небольшими остановками. Через какое-то время кинолог Виталий Рылеев из пистолета производит залп в воздух. В центре круга хорошо видно, как в такой ситуации повели себя животные. Если собака начала метаться, присаживаться и прятаться за хозяина, упражнение повторяет вновь. Именно так, день за днем и год за годом у собак формируется устойчивая психика и безразличие к любого рода выстрелам и фейерверкам. Приличаем к выстрелу постепенно, от парасового элемента переходя к сложному. Сначала на расстояниях где-то там 150-200 метров, потом 100 метров. Это надо делать периодически и в конце концов довольно до 50 метров. Ни в коем случае нельзя потакать собаке в ее собственных страхах, жалеть, гладить по холке и уводить домой, посчитав, что на сегодня с нее достаточно. Тогда ваши трусы и трусихи, может быть, и станут похожи на этого мужественного пса. С такой искренней радостью салютами не наслаждаются даже люди. Но несмотря на все эти нехитрые правила, давайте все же проявлять больше любви и заботы к нашим питомцам. Следить за настроением, не отпускать поводка в местах большого скопления людей и запуска фейерверков. Не подвергайте опасности жизнь ваших друзей. Ведь в преданной собаке, ласковей собаке нету существа. Преданной собаки, ласковей собаки, веселей собаки, нету существа. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Константин Головин. События.